Всем привет! Это Биг Ньюз на ТНТ Мьюзик и я, Влада. Все главное из мира шоу-бизнеса за неделю прямо сейчас. Смотрите выпуски. Канни Уэс представил сингл и клип «Wash Us in the Blood» при участии Трэвиса Скотта. Джастин Бибер, Шакира, Майли Сайрус и еще десяток знаменитостей стали хедлайнерами онлайн-феста Global Citizen. Тимоти Зиверт, Нилетто, Тима Белорусских, Джонни и другие звезды устроили школьников выпускной ВКонтакте. Ким Кардашин заработала миллиард, а Ариана Гранде показала, как отметила день рождения. Кого обсуждают в сети, узнаем в инста-обзоре. Артур Бабич вышел в прямой эфир с ТНТ Мьюзик и рассказал о секретах Dream Team House и отношениях с Аней Покров. Да Бэйби и Роди Рич выпустили видео на совместный бенгер-рокстар. И самые актуальные новинки в блоке релизы. Начнем с премьеры от Канни Уэста. Рэпер сдержал обещание и выдал сингл «Wash Us in the Blood», записанный с Трэвисом Скоттом. Трек войдет в грядущий альбом «God's Country». Коллаб получил остросоциальную экранизацию. В ней затронуты проблемы, которые волнуют Канни, и показана хроника его творческой жизни. В ролик попали фрагменты записи из тура Уэста «Сейн Павло», выступления его госпел-хора «Сандэй Сервис», кадры из клиник, где борются с коронавирусом, стычки американцев с полицией и даже короткий отрывок из клипа Кендрика Ламара «Элемент». Тем самым Канни и Трэвис решили показать весь ужас, который охватил планету в 2020-м. Чуть раньше Канни поделился трейлером анимационного сериала «Кидс и Гостс». Это совместный проект Уэста и Кида Кади по мотивам их одноименного альбома. Рэперы озвучили в мультфильме главных героев «Медведя и Лиса». Джастин Бибер, Шакира, Майли Сайрус и многие другие звезды стали хедлайнерами крупного онлайн-концерта благотворительной организации «Глобал Ситизен», который был организован для борьбы с COVID-19. Одной из первых к трансляции подключилась Майли Сайрус. На безлюдном стадионе певица исполнила кавер на культовый сингл «The Beatles Help». Из Барселоны в эфир вышла Шакира, исполнив хит «Сали Эль Сол». Джастин Бибер и Квейва представили сингл «Intentions» в акустической версии. А британцы Coldplay и колумбиец Джей Бальви подарили зрителям анимационные лайвы. Также на фестивале отметились Дэвид Бэкхэм, Ашер, Дуэйн Джонсон, Дженнифер Хадсон, Хью Джекман и Наоми Кэмпбелл. Благодаря онлайн-шоу удалось собрать 7 миллиардов долларов для борьбы с коронавирусом. В России отгремели школьные выпускные, к сожалению, в режиме онлайн. Основной выпускной с самыми популярными артистами прошел на платформе ВКонтакте. Получасовым сольником выпускную ночь открыл Джонни, исполнив свои лучшие баллады. Ты беспощадно, когда нарядно, горит шагнем, горит шагнем, горит шагнем. Романтический перформанс устроила Зиверт. Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех. Лайонап продолжил другой хитмейкер Нилетто. Отметились на шоу «Хамали и Наваи». Еще одним героем звездного выпускного стал Тима Белорусский. После в эфир вышел Тимати. Закрывал главный онлайн выпускной страны «Баста». Выпускники, присоединяюсь к звездным поздравлениям. Удачных вам вступительных и максимальной реализации в жизни. Косметический бизнес Ким Кардашин оценили в миллиард долларов. Еще немного и Ким сможет победить рекорд младшей сестры Кайли Дженнер, чей бьюти-бренд оценивают в 1 миллиард и 200 миллионов долларов. Кого еще обсуждают в сети, посмотрим в нашем инстабзоре. Ариана Гранде поделилась снимками с празднования своего 27-го дня рождения. Вечеринка прошла в стиле фильма «Солнцестояние». Егор Крид и Нюша дропнули тикток-лип на совместную песню «Мистер и Миссис Смит». У ролика уже более миллиона просмотров. И уже 4 миллиона лайков у Адель. В инстаграме певица вновь похвасталась стройной фигурой. Суперпопулярный тиктокер Артур Бабич стал героем регулярных прямых эфиров «Тент и Мьюзик» в инстаграме. Нашему ведущему Владу Богданову Артур рассказал о переезде в Москву, буднях в Dream Team House и отношениях с Аней Покров. Сижу сейчас в прямом эфире с Мадом. Это сегодня у Артура почти 2 миллиона подписчиков в инстаграме и 4 миллиона в тикток. А всего год назад он был обычным сельским парнем. Ну как, сначала пас коров, потом молоко продавал, потом подарки раздавал на Новый год. Ну это буквально неделю длилось. Мы там в клубе собирались, подарки раздавал. Вот такая сельская работа, можно так сказать. Ну то есть у тебя прям была такая настоящая сельская жизнь? Да, я и сарай чистил. Переменами в жизни и попаданием в Dream Team House Артур обязан Ане Покров, с которой был знаком еще до того, как стал блогером. С Аней Покровской очень хорошо общался. И они как раз только тогда формировали свою команду. И она хотела меня предложить, но думала, что я не поеду только из-за того, что я жил с младшим братом. Когда все за меня согласились, она мне это написала, я там был на седьмом дневном часе. Еду в Москву, вау, 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 всем только кому можно рассказал. Расскажи, от чего кайфуешь, не знаю, может быть есть какие-то вещи, которые не нравятся, бесят, напрягают? Ну, наверное, когда утром ванной занят, то да, такое, типа, неприкольненько. Потому что у нас, в принципе, две ванны нормальных, но в одну никто не ходит, потому что ее называют морг, там очень стрёмно. И один я туда хожу постоянно, знаешь, а в нормальную ванну все остальные. Я же говорю, мы не как коллеги, мы уже как друзья все вместе. Горжусь, наверное, больше тем, что мной гордится мой батя. Я очень рад, что когда он видит мои там видосы, мой клип, то, что я с какими-то популярными личностями снимаю, он это показывает своим родственникам, своим знакомым. Я не в шоке, где я в Москве, типа, мы самая популярная команда. Все пишут, Аня, 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 скажи что-нибудь про Аню. Ну, Аня приехала сегодня с Волгоградом. Мы все по ней скучали, потому что Ани нам очень сильно не хватало. Она у нас такой заводила, самая, наверное, трудолюбивая со всему Dream Team. Потому что она что по идее, как не в себя, вот это, наверное, я не знаю. Если бы в Dream Team 10 таких Ань, то у нас бы уже было больше, чем у американского хайпхауса. Я себе отвечаю. Ну, а что я могу сказать? Она классная. Обладатели первой строчки чарта билборд фрешмены DaBaby и Роди Рич сняли клип на совместку Rockstar. Получилось что-то вроде хоррор-боевика. Экранизация больше напоминает арт-хаусную короткометражку. По сюжету DaBaby и Роди Рич прячутся в лесу с целью прикончить ходячих мертвецов и подарить человечеству долгожданную свободу. После окончания основного сюжета парни решили включить в клип бэкстейдж и показать фанатам, что снимать ужастики на самом деле не так страшно. Акку. Сингл Rockstar стал самым успешным на пластинке DaBaby Blame It On Baby. Всего за месяц трек получил платиновый статус. И, наконец, пора послушать главные новинки этой недели в нашем блоке релиза. Не лет-то поделился сольной работой молодым. И это самый настоящий манифест пацанской романтики. В поддержку сингла вышел клип. Джак Алип открыл сезон отпусков летним треком «Море», в котором рассказал историю одних каникул с девушкой. Композиция получилась максимально расслабленной. Элли Голдинг представила новую песню «Slow Grenade», записанную с певцом Лауф. Основной темой баллады стали нездоровые отношения. Трек войдет в четвертый альбом британки «Brightest Blue», релиз которого назначен на 17 июля. Это были Биг Ньюз и я, Влада. Если вы не успели посмотреть весь выпуск в эфире, ищите его в приложении TNT Music или на сайте в разделе программы. Увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!